Как зарегистрироваться, не имея аккаунта в Access, если вы не хотите быть партнером, вы хотите просто пользоваться продуктом? Нажимаем Войти и нажимаем кнопочку Зарегистрироваться. Здесь регистрационная форма открывается. Идентификационный номер вашего спонсора, то есть дадите человеку ваш ID. Я в данном случае напишу свой ID и как видите система выдала то, что я являюсь партнером Сергеем. Дальше. Человек вводит имя на английском языке. Сейчас я это все сделаю, я делаю это первый раз и вы все это тоже самое увидите вместе со мной. Так, я пишу свои данные. Емейл адрес. Я пишу тестовую почту. Повторите электронную почту. Повторите электронную почту. Придумайте пароль. Повторите пароль. Язык выбирайте. На каком языке вам будет более понятно. Русский. страна. В данном случае Russian Federation. Цифровой код. Дальше. Ставите галочку. Я прочел. Как вы видите ничего сложного здесь нет. Обычная форма регистрации. Нажимаете регистрация кнопочку. Please vote. Пожалуйста подождите. Написано. Благодарим за вашу регистрацию. На вашу электронную почту было отправлено письмо. Вот кстати письмо. Пришло. Здравствуйте Сергей. Так. Еще одно письмо пришло. Так. Два письма. Здравствуйте Сергей. Добро пожаловать в Access. Вы стали частью сообщества Access. Прави получить. И ваш идентификационный номер участника такой-то. Так. Еще одно письмо. Так. Сейчас по очереди все разберем. Вы можете войти по ссылочке Access Marketing. Ага. То есть компания предлагает нам после регистрации, мы уже становимся как партнеры. То есть получаем доступ, ID номер свой для доступа к кабинету, к поисковику и ко всем другим инструментам. То есть пройти по вот этой ссылочке MarketingAccess.com мы попадаем уже в кабинет партнерский. И компания нам уже сделала ID номер. Так. Дальше. Другое письмо. В другом письме мы получили доступ к мобильному конструктору сайтов. Нам система выдала уже юзернейм и паспорт. То есть мы можем бесплатно создать мобильную версию сайта с целой одной странички. Дальше. И добро пожаловать в Ювер. Третье письмо. Здесь нам система выдала пароль и страничку Ювеб и соответственно с какой почтой надо зайти. Давайте попробуем зайти. Копировать. Так. Нажимаю логин. Так. Пароль. И почту. Нажимаю логин. Дальше. Дальше. Надо будет ввести домен. Надо будет ввести название компании. Надо будет ввести титул веб-сайта. То есть заголовок веб-сайта. И веб-сайт language. Это язык сайта. Выбираете язык. Русский. Русский язык. Русский язык. Титул. Домейн. Ну допустим это будет дом. Company name. Ну допустим это название компании. Так. Сделаю вот так. Компанией, которой я сейчас занимаюсь, будет вот такое название. DomLand. И веб-сайт титул. Это заголовок. Пусть будет так. И нажимаю create website. То есть если вы зашли на английском языке, значит будет на английском. В любом случае после первого входа вы можете сменить язык на соответственно русский. Меняйте на русский. Все. Таким образом мы пошли в конструктор. Дальше смотрите уже предыдущие уроки. Уроков достаточно много. Как чего здесь делать. Там ничего сложного. Если понравилось, ставьте лайки под видео. Подписывайтесь на канал. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.